Объясните мне, вот что вы чувствуете в тот момент, когда вы строите здание, которое абсолютно точно изменит облик города? Это часть моей профессии. Подождите, ну я понимаю, вы архитектор. Мы должны заполнить центр города сверхтонкими небоскребами. Ну, Москва, ладно, но в Петербурге, который построен по генеральному плану, идеальная вот эта небесная линия. И что теперь? А вы хотите построить башню, блин, в городе, в котором живет 7 миллионов человек, которые... Это вполне современное решение. Ну, это же беспощадно. Петербург – живой город. Петербург – город, который развивается. Почему вверх-то обязательно? Я пришел в архитектуру не для того, чтобы остаться незаметным. Любой архитектор, который честно посмотрит себе в глаза, никогда не скажет ничего другого. А, теперь понятно. Мне всегда было жутко интересно, где живут сами архитекторы. Люди, которые строят для других, у которых есть четкие представления о том, что такое красиво, что такое комфортно, удобно и так далее. У вас два города основных – Москва, сейчас и Берлин. Да, Москва, но я и в Петербурге останавливаюсь. Где вы живете в этих городах? В Берлине я уже много лет, 25-й год, снимаю квартиру в старом доме. Когда я приехал и начал снимать эту квартиру, в 96-м году у меня не было построенных объектов по моим проектам. Но вот сейчас я как раз решал для себя вопрос, где купить квартиру в собственность. Я в этом смысле не тот человек, который задавался этим вопросом уже давно и оброс собственными квартирами. Это у меня первое. Ну, были, но небольшие я их потом и продавал. В общем, на сегодняшний день это первое. Я, да, принял решение купить ее в том объекте, который спроектировал сам. Я считаю, что это важный такой стейтмент. Не делать это в старом доме и не делать это в проекте своих коллег. Потому что если ты много проектируешь и по твоим проектам многое строится, то я считаю важным, что ты живешь там, где ты все это спроектировал. Думаю, что все будет хорошо. Дом заканчивается, его реализация заканчивается в конце этого года. Я надеюсь, что где-то с лета следующего года квартира будет готова. И я, да, может быть, перееду, может быть, там частично перееду. А в Москве? А в Москве все очень скромно. Мы снимаем квартиру в здании на Тверском бульваре. И это все, так сказать, офис снимает. Не обладаю собственностью в Москве. То есть, ну, это такой не тщательный выбор? То есть, ну, квартира и квартира. Ну, это с точки зрения места жительства тщательный выбор. С точки зрения самой квартиры менее тщательный. А в Петербурге я живу в квартире своих родителей, которых с нами уже нет. И где я вырос, я там останавливаюсь. Это квартира, в которой вы родились? Ну, я родился в родильном доме, а вот в ней я вырос, скажем так, первые годы своей жизни. И потом, несколько лет я жил у Серебряного пруда, там, 2-й Мурский проспект. А потом вернулся, да, вместе с родителями в эту квартиру. И как раз я тогда поступил в СХШ, вот эту среднюю художественную школу при Академии художеств. И для того, чтобы мне было удобнее ездить, бабушка инициировала обмен. То есть, она переехала в квартиру новую у Серебряного пруда. А мы с папой и мамой переехали вот в эту квартиру на Дмитровском. И я с удовольствием там останавливаюсь. Это какой район, получается, Дмитровский? Куйбышевский, бывший. Рядом с Редисоном, с Невским паласом. А, теперь понятно. Ну, самый центр. Петербург-Достоевский. Да, понятно. Можно, конечно, пытаться выучить английский так, как это делаем мы. Заучиваем слова наизусть, смотрим фильмы в оригинале, потеем над грамматикой и лексикой. Однако, эти упражнения не будут работать по отдельности, без системного обучения и образовательного плана. И самое главное, это практиковать разговорную речь с носителем языка или с тем, кто свободно на нем говорит. Флоу от Яндекс.Практикума как раз сочетает в себе данные инструменты. Эти курсы позволяют выучить язык по актуальным методикам в развлекательной форме и живом общении. Курсы позволяют пользователям преодолеть стресс от общения с новыми людьми, погружая их в тематические сценарии. В них они получают релевантный опыт, который потом помогает им в реальной жизни. Меня зовут Лаура. Я буду учить в сегодняшней лекции. Курсы состоят из трех частей. Самостоятельные работы в тренажере, разговорные практики с тренером и созвонов с наставником. Лексику и грамматику можно изучать в интерактивном тренажере, а разговорную практику на сессиях с тренером. 24 на 7 онлайн-поддержка по всем темам из тренажера. Изначально каждый пользователь имеет наставника, с которым общается раз в неделю по полчаса. С ним можно обсудить барьеры, страх говорить на английском и мотивацию. Теперь можно не ограничиваться зубрежкой и грамматическими упражнениями. Изучайте английский по современным методикам, которые созданы специально для онлайн-обучения. С Flow вы преодолеете страх общения и научитесь понимать разные акценты. Ссылку на Flow оставлю в описании к этому видео. Научитесь говорить по-английски в реальной жизни. По поводу Петербурга, Ленинграда. Вы уехали работать в Германию в самом начале 90-х годов. Да. До вашего... Это вам уже было 30? 28. 28. До вашего отъезда что из себя представляло жизни талантливого, молодого... Ну, хорошо, может быть, сами вы там, не знаю, осознавали, не осознавали там ваш талант. Ну, теперь по факту. Талантливого, молодого архитектора. То есть, вот конец 80-х годов в Ленинграде. Чем можно было заниматься? Ну, вот как раз, поскольку заниматься было особо нечем, я, собственно, и принял для себя это непростое, прямо скажем, решение. Я окончил Институт Репина, архитектурный факультет в 86-м году. В 86-й год было такое самое время, когда Горбачев начал медленно, но верно объявлять о перестройке. И все запахло крупным хаосом, который, как я довольно быстро понял, будет длиться не месяца, а годы. Поскольку у меня не было абсолютно никакого желания заниматься ничем другим, уж тем более коммерцией, как тем, чему я учился. А учился я все-таки архитектуре, а до этого изобразительному искусству. То есть, мне как-то было очень жаль, что вот теперь все, чему я обучался, все, что я, может быть, знаю, а может быть, хочу знать, должно быть отложено. И я должен заниматься чем-то другим, потому что вся страна начала резко заниматься чем-то другим. И поэтому, начиная с 86-го года, я уже несколько нетрадиционно не пошел в проектный институт, а тогда распределение обычно шло через проектные институты. И у меня было распределение в Лензниеп, где работал мой уважаемый профессор, Валиан Степанович Воланцевич, ученик Сергея Борисовича Спиранского. То есть на третьем курсе я еще учил Сергея Борисовича Спиранского. Это выдающийся архитектор, выдающийся человек, выдающаяся действительно личность в истории советской архитектуры. Мне посчастливилось его увидеть, не скажу, что я там с ним тесно общался, но, во всяком случае, он произвел на меня очень сильное впечатление. А потом я учился у Воланцевича Вячеслава Арестовича Ухова, он тогда был правой рукой Воланцевича, сейчас он сам руководит мастерской в Институте Репина на архитектурном факультете. И окончив в 1986 году институт, факультет, я уже работал у Вениамина Борисовича Фабрицкого. Сегодня все любят говорить о Новой Голландии, но никто не вспоминает, благодаря кому эта Новой Голландия вообще возникла. Она возникла благодаря Фабрицкому. В каком смысле? Подождите. Фабрицкий в какой-то момент пришел в офис и сказал, мы будем инициировать вывод моряков из Новой Голландии, и мы сделаем из Новой Голландии культурный центр. Это какие годы? Это было в 1986-1987 году. Офигеть. Все, вот примерно так же я на него и прореагировал. Венин Борисович, может быть вы как-то рановато с этим? Все-таки у нас тут еще не совсем перестройка, и с военными шутки плохи. Нет, я считаю, что это в центре города, что это потрясающая рекреация, потрясающее развитие центральной функции. Его жена Галина Александровна Ковалева была солисткой Мариинского театра, выдающаяся оперная певица, действительно, одна из народных артистов СССР. И они жили у Львиного мостика. Она ходила, естественно, петь в Мариинске. Я ходил туда тоже на премьеры, сидел в директорской ложе. Должен был, скажем так, ходить. Я не могу сказать, что я всегда ходил с большим удовольствием, но ходил много, потому что там пела Галина Александровна. И все это слушал. И потом вдруг Фабрицский сказал, что основной культурный центр Петербурга находится вокруг Мариинского театра. Вот то, что мы сегодня видим, появившаяся Мариинка 2, Мариинка 3, появившаяся Новая Голландия, вот это, в общем-то, было его предвидение. И первые рисунки Новой Голландии я делал, первые акварели. Они даже где-то потом экспонировались уже не как мои, а как Фабрицкого. Фабрицкий привлек Собчака, я тогда уже от него ушел. Фабрицкий ездил во Францию для того, чтобы делать совместный проект с французами. Исходя из этого проекта, возник первый угол, обращенный к площади труда, обращенный к мосту, который был реконструирован французами, с такой вот белой деревянной конструкцией в середине и с реконструированным кирпичом. Это вот тогда было сделано, был такой вот пилотный проект, вот как могла бы выглядеть Новая Голландия. Но потом все пошло другим путем, но без Фабрицкого этого не было. Без него это, может быть, было бы гораздо позже или совершенно другими путями. Он там буквально всех, и Лихачева, и тех отцов города, которые были до Собчака. И Собчака потом, когда он пришел, всех дергал, чтобы только они обратили внимание на Новую Голландию и финансировали, или, скажем, двигали этот проект. И вот у него я начинал работать. Мы с ним проектировали много объектов в Тернеаузе. Это последний город, где добывали в Альфрам Малибден стратегические материалы перед Терсколом в Кабардино-Балкарии. Там был такой депутат Верховного Совета Блаев, тогда вот этот знаменитый Верховный Совет, где был и Сахаров и так далее. Блаев там тоже был депутатом. И мы к нему ездили, это был сильный заказчик. И все это мы делали через художественный фонд, почему я рассказываю. Это не совсем традиционный был путь, несмотря на то, что я распределялся в Лензнееп. Я туда не пошел, пошел к Фабрицкому, руководил у него очень маленькой мастерской. Мы тогда, ну, руководить трудно себе представить. Мы тогда работали вместе с Сережей Цицином. И нас там было мало, и каждый руководил там своим направлением, у каждого были свои проекты. И вот это уже был такой хозрасчетный путь. Тогда все еще сидели на зарплате, а мы уже получали. Я там сначала полгода ничего не получал, потом получал. Это был уже такой полукапиталистический путь. Это вот фондовская деятельность, когда архитекторы уходили в худфонд. И вместе с художниками занимались там разными проектами. В основном обеспечивали художников их работать, то есть привязывали произведения искусства. Но у таких креативных людей, как Фабрицк, это шло дальше. Они искали себе собственные заказы и привязывали там, да, произведения искусства, так называемый синтез искусств. Но все-таки делали полноценные проекты. Тем не менее, и в этой ситуации я видел, что это все недолговечно, что будут другие формы. Но в основном, конечно, пока страна не готова была в начале 90-х, в конце 80-х к большим архитектурным проектам. И главное, отсутствовала школа, где можно было научиться вообще архитектуре, рабочей документации, как вообще сделать проект, как сделать из проекта здание. И я чувствовал, что мне не хватает этой школы, хотя школа, я очень благодарен школе Института Репина, но тем не менее, это было не все. И это сегодня не все. Окончив любой институт, ты должен идти в какие-то офисы, набираться практических навыков. А в тот момент, конечно, я не видел такой возможности вообще. И я видел, что и в мастерской Фабрицкого наступил довольно быстро предел, куда можно двигаться. Я попытался самостоятельно развиваться, но и тут увидел, что мы делаем веселые картинки для неких годовых отчислений, которые давались предприятиям, опять же, на некие развития. Но они, как правило, эти деньги не использовали на собственное строительство, а, как правило, они заказывали молодым архитекторам веселые картинки. Эти картинки возникали, они показывались, ими отчитывались, деньги переводились на счета кооперативов или полукоммерческих организаций, которые занимались такими проектами. И в какой-то момент все это снова гасло, тухло и так далее. И я посмотрел на это год-два и понял, что это не путь. Если я хочу, время идет, я становлюсь старше. Кстати, рубеж 30 лет для молодого архитектора важный рубеж. Почему я сейчас организовал Бейенали вместе с Наташей Фишманом для архитекторов до 35 лет. Потому что я считаю, что этот период до 35 лет для архитекторов очень важен. Если его архитектор может проспать, то дальше ему очень сложно будет наверстать, потому что следующие поколения идут, и они в этот момент могут успеть больше. Ну вот, собственно, я для себя принял решение где-то дальше учиться. И абсолютно случайно возникла возможность продолжать вот такое обучение на практике. Я не учился дальше в институте, но обучение на практике в офисе в Германии, в Гамбурге. И, собственно, в 91-м году я начал туда переезжать. С 92-го года постоянно работал. У вас там, вот сейчас, когда читаешь про вас, складывается, по крайней мере, впечатление, что это довольно стремительная карьера была. Да, это достаточно стремительная карьера, безусловно. И по сегодняшним меркам тоже. Сколько прошло вот с момента переезда в Германию до того, как вы построили первый объект? Если правильно пишут в сети, то это реконструкция бизнес-центра на Александр Плац? Нет, нет, нет. Нет, нет. Я два первых своих объекта реализовал в 95-м году. При этом я начал работать в 92-м. То есть три года. Через три года это очень, конечно, быстрый путь. Я через три года стал партнером в компании, и это большой офис по тем меркам. Сегодня, может, это и не самый большой офис, а тогда 53 человека сотрудников считался большой офис в Гамбурге. Я стал его партнером и автором собственных проектов. Это было через три года после начала постоянной работы. Опробовал себя в 91-м году у них, ну, скажем, через три с половиной года. Понятно. В каком году случилось возвращение в Россию? В середине 2002 года там одновременно было два конкурса. Один на «Дом и море». Мне предложил в нем участвовать Женя Герасимов, мой до сих пор постоянный партнер. Это в Петербурге. Друг, да, в Петербурге. Это был мой первый выигранный конкурс и первый проект в Петербурге, серьезный. И сразу, параллельно, но чуть позже, в конце 2002 года Александр Асадов, я ему очень до сих пор благодарен за это, порекомендовал меня, я выбрал себе партнера, потому что у меня не было опыта высотного строительства, Петра Швегера, для участия в конкурсе на Башню Федерации. И в середине 2003-го было принято решение, что наш проект выбран. В какой-то момент, сейчас в связи с Башней Федерации, я хочу отдельно спросить, потому что сейчас, когда бываешь в больших городах, в самых разных, теперь даже если это Петербург, если это Москва, Европа, неважно, если мы говорим о новой архитектуре, то полное ощущение складывается, ну, у меня, по крайней мере, как просто у стороннего зрителя, что архитектура устремлена исключительно вверх. Да, это так и есть. Это так и есть. Блин, но почему так? Ну, потому что архитектура с начала 20-го века, как минимум, а вообще говоря, с конца 19-го, был изобретен вертикальный транспорт, появились новые возможности с точки зрения развития города не только по горизонтали, но и по вертикали. И в этой связи город стал развиваться вверх. И архитектура всегда была, начиная с египетских пирамид, демонстрацией больших технических возможностей. Архитектура — это не только такт, не только чувство меры, не только красота детали, но архитектура — это не в последнюю, а, может быть, и в первую очередь демонстрация возможностей человека. Хорошо это или плохо? Ну, это же довольно беспощадно по отношению к тому, что было сделано до этого. А деятельность человека в целом беспощадна. Какую бы часть этой деятельности вы не возьмете, мы только сейчас постепенно в каких-то частях нашей деятельности меняем, скажем, точку зрения на ту, которая связана с таким добрым и, скажем, соболезнующим отношением к тому, что тебя окрушает. А до, в общем, практически сегодняшнего дня все виды человеческой деятельности человек проходит как хозяин. А вы считаете, правильно испытывать такое чувство? Нет, я не считаю, что это правильно, но, знаете, я... Нет, я имею в виду чувство от, как бы, сожаления, отчувствия. А, да, я считаю, что это правильно, да. Я считаю, что это правильно, но я тут, как говорится, не в тренде. Но вы сами своей деятельностью это доказываете? Я своей деятельности это, к сожалению, тоже не доказываю, потому что я проектирую много и высоких зданий, и зданий, которые уплотняют среду. Ну, я, собственно, про это и говорю. Да, да, да. Да, да. То есть тут пока есть еще большой, большой, скажем, компромисс и большое разночтение между тем, что я думаю, как человек, скажем так, соболезнующий и сочувствующий тому, что меня окружает, и как, скажем, архитектор, который, тем не менее, является частью вот этого процесса демонстрации высших технических достижений. Объясните мне, вот что вы чувствуете в тот момент, значит, башня Федерация для немосквичей, поясняю, это второе, да, теперь уже, значит, по высоте здания в России, на первом месте это Лахта Газпром, Лахта-центр в Петербурге, а тогда это был номер один, самая высокая башня в России. Что вы чувствуете в тот момент в Европе, когда вы строите здание, которое абсолютно точно, навсегда, судя по всему, ну, по крайней мере, точно при нашей жизни, изменит привычный общий облик города? Это часть моей профессии. Я пришел в архитектуру не для того, чтобы остаться незаметным. Это совершенно понятно, и я думаю, что любой архитектор, который честно посмотрит себе само в глаза, хоть зеркало, хоть как, никогда не скажет ничего другого. Ну, вот сейчас вы говорите, что это вступает в некоторое противоречие с вашим, как бы, внутренним, ну, бережным, более бережным, что ли, отношением к прошлому. Дело не в бережности. Бережность, 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 это такое очень бытовое понятие. Бережность, это когда ты не используешь, не используешь пластиковые кульки, это когда ты любишь, там, животных, кормишь кошек во дворе. Вот это бережность, понимаете? А это такое глобальное отношение к миру, и здесь недостаточно мнения одного или другого человека, здесь нужны тектонические сдвиги в понимании, вообще говоря, величия человека, как некой движущей силы по изменению всего вокруг себя, понимаете? Этот тектонический сдвиг, он, скажем так, обозначается сейчас в части мозгов, но в то же время тут же и замещается другим ощущением, что вроде как, вот понимаете, несколько лет назад, особенно после мирового кризиса 2008 года, вдруг архитекторы, и вообще не только архитекторы, а все, кто связаны, я думаю, с преобразованием этого мира, все очнулись и сказали, ууу, а мы что-то слишком много, слишком большие, слишком криволинейные, слишком сложные здания проектируем и строим, потому что ведь чем сложнее здание, тем больше энергии ты тратишь. Ну, правда. А построив это здание, не факт, что оно будет таким современным и долговечным столь долгое время, что имеет смысл тратить такое количество энергии, правильно? Но вот прошло совсем немного времени, вот прошло где-то в девятом-десятом году наметился этот сдвиг, и сегодня у нас, смотрите, 2020 год, и снова абсолютно новое поколение, снова вот этих так называемых иконических зданий, если вы войдете в интернет, войдете в инстаграм, и там масса всяких журналов вот этих инстаграмных, которые публикуют современную архитектуру, и зайдите ради интереса на любой из этих порталов или, как это называется, адресов в инстаграме, и вы увидите только криволинейную, сложную, дико энергозатратную архитектуру, которая там селебрируется. Что это значит? Это значит, что люди, с одной стороны, вроде бы осознают, что надо жить скромнее, надо жить, так сказать, по средствам, а средств становится все меньше, имеется в виду не средств в кармане, а средств к долгому существованию, скажем так, в том числе и на этой планете. Ну, я не хочу тут, так сказать, изобрать из себя какого-то, так сказать, участника трагедии, но, тем не менее, мы понимаем, что мы пожираем окружающую нас среду. Чрезвычайно агрессивно. Чрезвычайно агрессивно, совершенно верно. С другой стороны, мы очень быстро начинаем ощущать, что вот такие скромные жесты нам становятся скучны, нам требуются сверхтонкие небоскребы. Вот послушайте, что говорят даже наши архитекты. Мы должны заполнить центр города сверхтонкими небоскребами. Сверхтонкий небоскреб — это пожиратель энергии, потому что это значит, что для очень маленького количества площади, причем этой площади эксклюзивной, вы понимаете, что это не для нуждающихся людей строятся вот эти сверхдорогие площади, а это вот для элиты, в кавычках общества. Является ли она элитой — это еще большой вопрос. Но, тем не менее, для элиты этого общества строятся вот такие сверхэнергозатратные жесты. Понимаете? И вот не прошло буквально, я говорю, и десяти лет, и снова поворот сознания, снова желание. Ты говоришь с политиками, сделайте нам что-то такое более знаковое здесь, там, везде. Понимаете, вот это ощущение, что сделайте нам покруче, оно, конечно, на каждом шагу входит в противоречие с глобальным ощущением того, что жить в целом надо стараться скромнее, иначе мы сожрем сами себя. А вы сегодня, как человек уже с большим именем, важным именем в мировой архитектуре, можете позволить себе, заказчику, сказать, что, чувак, надо немного аппетита. Где-то могу, где-то нет. Где-то могу, где-то нет. Где-то могу и теряю заказ, где-то могу и не теряю заказ, где-то не хочу, потому что не хочу потерять этот заказ. И в состоянии оценить, что если я так скажу, то я заказ потеряю. Ну, хорошо, не называя конкретный объект, город, например, которому вы в последний раз сказали нет. Во всех городах, где я работал, я хоть раз сказал нет. Несмотря на деньги, которые предлагают? Да дело же здесь не в деньгах, дело же здесь просто в степени компромисса. Понимаете, здесь решения же очень сложные. Понимаете, в какой-то момент ты понимаешь, что ты, скажем так, не вредишь. В какой-то момент ты понимаешь, что вредишь, но не сильно. Ну да. А в какой-то момент ты понимаешь, что вредишь настолько сильно, что уже, так сказать, входишь в острейшее противоречие с собственными ощущениями от того, что правильно, что нет. И в этот момент ты отказываешься. Окей. Если бы башню федерацию вам предложили построить в 2020 году, вы бы ее построили? Конечно, конечно. Москва-Сити была бы со мной или без меня делать одно из самых знаковых, по некоторым оценкам, самое знаковое на сегодняшний день, самое узнаваемое. Вот недавно был проведен опрос здания в комплексе Москва-Сити. Это, да, это очень интересная для архитектора задача. Повторюсь, если пересматривать лицо профессии в целом, если говорить, что архитектор — это человек, который не должен создавать знаковых зданий, потому что знаковые здания сами по себе — это пожиратели энергии, это пожиратели нас, самих себя. Но это такой глобальный пересмотр всей профессии, в котором, скажем так, если ты решаешь стать на этот путь, то ты должен одновременно сказать, я не хочу быть архитектором вообще, и уж тем более архитектором, который отвечает за занятость, например, большого количества сотрудников. Потому что это решение, то есть ты, скажем, в более дальней перспективе делаешь что-то хорошее, а в более ближней ты должен, например, уволить 100 человек. Ну да. Это тоже момент, который, так сказать, предстоит для себя решить. Заказчиком этого проекта был очень известный человек в стране Сергей Полонский, группа компании Мирэкс Групп, у которого потом была уже после этого бурная биография, и сейчас он уже не тот Полонский, который был тогда. Но тогда это был хороший заказчик, как с ним работалось? Да, Сергей для меня оказался не просто хорошим заказчиком, а краеугольным заказчиком во всей моей карьере. Во-первых, он не выгнал меня с проекта, что очень хорошо, потому что... А почему он вас должен был выгнать? Потому что у меня не было опыта строительства высотных зданий, и к нему периодически приходили люди, и мои конкуренты на европейском и мировом уровне, в основном наши американские коллеги говорили, да выгоните его к чертовой матери и возьмите нас, мы тут спроектируем уже 100 высотных зданий. Вполне конкретные имена не хочу называть, так сказать, но приходили, говорят, зачем он вам? Ну выиграл он этот конкурс, ну ничего хорошего особенного в этом здании нет, давайте мы его выгоним и построим там другое свое. Может быть, они и не хуже бы построили, но это было бы не мое здание, поэтому я-то могу рассказывать только со своей точки зрения. Сергей меня не предал, Сергей всегда... У него, конечно, была масса своих идей, и с некоторыми из них я не был согласен, но... И это были острые дискуссии, это были тяжелые дискуссии, Сергей очень был и остался темпераментным, очень креативным человеком, но в целом я считаю, что этот человек сыграл очень серьезную положительную роль в моей карьере, как, конечно же, я всегда это говорю, как, конечно же, и Роман Троценко, который этот дом достроил. Потому что Башня Федерации не было бы без Романа Троценко, который этот дом достроил. А с какими чувствами вы наблюдали за тем, что происходило с Полонским в последние годы? Ну, с чувством, конечно, сожаления, с чувством сожаления, большого сожаления, что он попал вот в такую историю. Давно последний раз виделись? Две недели назад. Что обсуждали? Жизнь, архитектуру. Он остался очень креативным человеком, с очень интересными мыслями, с ним очень интересно говорить. Да, он стал другим, просто стал старше. Но, говоря с ним, в том числе и понимаешь что-то в себе больше. Я ему показывал свои рисунки, он что-то рассказывал на эту тему, я вдруг понимал, почему я так нарисовал, а не иначе. С ним интересно говорить, интересно общаться. Круто. Так, вот есть Рим, исторический, в котором тоже никто ничего нового построить, ну, такого глобального не может, наверное, не хочет. Но при этом вы сами говорите, что пульс города сохраняется, он живой, абсолютно живой. В Венеции есть вот эти вот территории, которые, как он местро называется, где новая там застройка, там и так далее, и так далее. Но при этом все равно все как с Петербургом, все в прошлом. Ну, я бы так не сказал. Я бы сказал, что все-таки в Риме возникли очень заметные новые постройки. Есть и заметные постройки Ричарда Майера, есть заметная постройка Захи Хадид, есть очень заметное перефразирование, но все-таки это уже тоже часть современной архитектуры Оэр. Есть концертный комплекс Ренцепиано, есть заметные постройки. Все-таки Рим сохраняет свои взаимоотношения с современностью. Здесь же важно, чтобы город сохранял свои взаимоотношения с современностью. Не отторгал современность, не ругал ее без конца, не заставлял ее бесконечно подчиняться тому, что уже было сделано. А, ну, скажем, разговаривал с современностью на одном уровне глаз, скажем так, не свысока. И в этом смысле Венеции, мне кажется, это в меньшей степени удалось. Да, в общем-то, и в силу величины этого города. Ведь тут же еще очень важно понять, что такие города, как, не знаю, там, Москва, Рим, Париж, Петербург, это большие города, это города, которые по-прежнему являются очагами крупного экономического развития. Поэтому они не могут, скажем, отстраниться от современности, они не могут сказать современность там, а мы здесь. Мы город-памятник и остаемся городом-памятником. Конвенеция, можете себе позволить так сказать, и в этом смысле ее развитие последовательно, но, может быть, скажем, в какой-то момент не столь интересно мне, как человеку, который, безусловно, живет сегодня. Да, это удивительный памятник с удивительной игрой и пространств, и материальностей, которые там возникают. В какой-то момент я был бы счастлив там жить, в прошлом, вот, скажем, 10 лет назад. Мне казалось, что это прекрасное место, чтобы жить там сегодня. Я так не захотел бы делать, быть частью вот этой декорации. Мне казалось бы странным, да. А старость вы где бы хотели встретить? Не знаю, я как-то о старости не думаю, хотя, может быть, и мне и надо начинать об этом думать. Не знаю, но... Я не знаю, я абсолютно не думаю, потому что считаю, что старость это, в первую очередь, когда ты, ну, скажем, не хочешь двигаться дальше, не хочешь развиваться дальше, не хочешь учиться, или, может быть, хочешь учиться, но не столь стремительно, а я, как раз, по-прежнему нахожусь в ситуации, когда мне хочется узнавать новое, мне хочется дойти до себя самого, до тех, может быть, возможностей, которые у меня еще есть, но они не проявлены, а я думаю, что их достаточно. Поэтому, нет, я как-то не думаю на эту тему. Город, который мне сегодня очень нравится, с точки зрения пребывания в нем, это Неаполь. Я считаю, что это потрясающий город, который очень интересен во многих отношениях, как абсолютно живой город, большой, живой, с совершенно удивительными жителями, которые очень сердечно и очень открыто относятся к людям разных возрастов. Я был там, в том числе и своей тетей, ей 85, и я был положительно удивлен, я был просто удивлен, я обрадован, как жители Неаполь относились, в том числе и к моей тете, к тем, к той необходимости так или иначе передвигаться по городу вместе с ней. Это редко в городах, это редко в городах, когда люди столь открыты по отношению к представителям, скажем так, разных поколений и разных главных возможностей. В основном люди открываются только тем, кто динамичен, молод и активен, а все остальные как бы перестают для этих больших, динамично развивающихся городов существовать. Неаполь по-прежнему, как мне кажется, динамичный, современный, очень интересный город, в котором очень легко представить себе, что люди самых разных возрастов, поэтому, как вы заговорили, остались люди самых разных возрастов, могут найти себе место. Но это, конечно, потрясающий город, с точки зрения культуры, с точки зрения... Там потрясающий музей археологический. Да, там и музей археологический, там и выдающееся произведение Караваджо. Помпеи рядом? Помпеи, да, Помпеи, потрясающие города рядом, Соренто, Позитано, Амальфи, Равелло. Там, кстати, есть и удивительные современные произведения, например, одно из последних произведений Оскара Немайера в Равелло. А что он там построил? Концертный зал. Простой, круто. Да, это красивое белое сооружение, произведения Немайера, они все примерно похожи, но и в этом, наверное, есть и его сила, что он нашел некий прием, и его бесконечно в бесконечных вариациях развивал. Я бы сказал, что это тоже интересное развитие. А тетя ваша где живет постоянно? В Берлине. И как и Неаполь? Ей очень понравился Неаполь. Но она много где была, много где с ней ездили для нее. Неаполь — это одно из очень многих впечатлений. Понятно. Я хочу вас спросить про Ленинград-Петербург, в том числе про то, как не застывать в прошлом. Петербург, как Венеция, туристический поток тянет его в прошлое, не дает какой-то степени развиваться, в том числе с точки зрения архитектуры. Но вы с вашими, наверное, может быть, тоже одним из первых объектов, Невская ратуша, там интересная история. То есть Невская ратуша, в тот момент, когда только создавались проекты, значит, этой территории, там высота строительства была, я себе даже выписал, 42 метра. 42 метра. Ваш проект убедил город в том, что нужно изменить правила застройки, и так далее, в этом месте, и там разрешили 55. Ну, там 50-55, я не помню, отметка купола. Ну, понимаете, там же был выигранный конкурс, когда конкурс объявляется, и есть конкурсная комиссия, есть экспертная комиссия. А надо сказать, что мы с Евгением Герасимовым выиграли три очень знаковых конкурса для Петербурга. Это и Невская ратуша, и Набережная Европы, и Экспофорум. Да. Это были три таких мощных международных конкурса с абсолютной публичностью, с международным жюри и так далее, с экспертной оценкой, достаточно глубокой. Поэтому, когда принимали наш проект, это же было частью принятия проекта, мы же этот купол не придумали потом на ходу. Он был, проект был реализован один к одному, так, как он был спроектирован, вплоть до вот этого лифта, вплоть до капсулы телевизионных конференций в центре Атриума. Все это было реализовано с теми проектировщиками, с которыми мы это делали на стадии конкурса. Мюллевеберг, ландшафтные архитекторы, авторы вот этого мощения перекрестного, которое уже возникло на площади и будет сейчас продолжено на второй части площади, перед Невской ратушей. Так что, когда конкурс объявляется и выигрывается проект, то это является абсолютно обязательным правилом хорошего тона, его реализовать так, как он... Ну это как бы надо силой внутренней или внутренней мотивации обладать, еще на стадии замысла, да, или проекта, когда ты понимаешь, что Петербург в город, в котором убедить городскую власть или общественность, что можно пересмотреть высотный регламент, это ну... Мы как-то, Жене, на эту тему, честно говоря, не думали. Мы были уверены, что у Невской ратуши должен быть символ. Этот символ не должен в полной мере повторять форму исторических куполов, поэтому он воспринимается, этот купол, достаточно контрастно. Часть людей его любят, часть людей его ненавидит. Но так и должно быть, я считаю, с любым относительно новым зданием, которое возникает в таком историческом городе. И мы просто сделали то, что считали нужным. И дальше отдали, естественно, доложили этот проект жюри, и дальше отдали его на рассмотрение жюри. И дальше, когда нам присвоили первую премию, мы считали абсолютно своей и обязанностью, и призванием этот проект реализовать так, как мы его спроектировали. А зачем тогда проводить конкурс, зачем их выигрывать? Так, я не знаю, как в Москве, но в Петербурге вы славны своими фасадами. Я знаю несколько объектов, которые, ну, они просто... Значит, это Лангензиппен на Петроградке. Это Бенуа, вот с этими нереальными абсолютно рисунками исторических костюмов, которые написал сам Бенуа, рисовал. И там же времена года. Откуда у вас такая любовь к фасадам? И конкретно про дом Бенуа хочу спросить. Как вообще эта идея родилась? Потому что для города это абсолютно что-то вообще нереально, неповторимое. Идея родилась очень просто. Там находилась дача, которую снимала семья Бенуа. Да. Если читать воспоминания Александра Бенуа, то там прямо описано... Он рассказывает о том, как его старший брат Альбер писал там свои знаменитые закаты, как считал Александр Бенуа, лучший из акварелей, который Альбер Бенуа вообще когда-либо создал за свою жизнь. И у этих акварелей, как он писал, был потенциал стать великими произведениями искусства, если бы он развивался по этому пути дальше. И это вот как раз те самые закаты, которые описались вдоль Невы, вот там как раз рядом с дачей. И он видел там, как уничтожался природный ландшафт вот этой исторической дачи Кушелево-Безбородкой, всего, скажем, всего паркового ландшафта. Этот парковый ландшафт уничтожался. На его место приходила фабрика, и для него это тогда было, наверное, таким же внедрением, скажем, варварским внедрением, как и появление других фабрик в Петербурге. Ведь тогда эти кирпичные фабрики или там, скажем, штукатурные фабрики, в случае завода на месте вот этой дачи Бенуа, они же не были тогда чем-то очень милым и чем-то очень для петербуржцев трогательным. Тогда как раз они воспринимались как такое промышленное, довольно грубое внедрение в тело города. И как раз и Бенуа воспринимал эти новые фабричные строения как таковые. И как раз на этом месте у него возникли мысли по поводу мира искусства, то есть усиление роли исторического Петербурга, Петербурга XVIII века, как того слоя, который существовал до вот этих ненавидимых им фабрик и так далее. И мне показалось, что если мы делаем следующую версию, а это же было тоже историческое здание, только уже 70-х годов XX века, которое частично оставлялось, это было сохранение ресурсов, сознательная позиция и заказчика, Игоря Водопьянова, теорема и Майоа. И мы хотели сохранить это здание, но не хотели сохранить фасады, потому что эти фасады были абсолютно неценными, и главное, они ничего не утепляли, ничего не защищали от холода внутри здания. И мы сделали новые фасады, и посвятили эти фасады имени Бенуа, потому что, как мне кажется, имя Бенуа и именно Александра Бенуа для нашего города имеют колоссальное значение, а вот в такой игре вместе с его костюмами это еще и отражение той игры скульптур на крышах Петербурга, на Атике Зимнего дворца, например, которые на фоне неба являются таким очень живым петербургским силуэтом. Я не могу себе представить, то есть это же, ну, как бы, таких фасадов, настолько насыщенных, ну, как бы, рисунком, изобразительностью. Я, честно говоря, даже вот сейчас пытаюсь вспомнить, где есть что-то похожее. В Петербурге очень много фасадов, которые насыщены изобразительностью, в том числе... Но это скульптура, это... Да, это скульптура, это рельеф, ну, или, скажем, это может быть и инкрустация, но неважно, у нас один из домов на Невской ратуше, это инкрустация двух сортов мрамора друг в друге, это плоская инкрустация. У меня есть дом на Десятой Советской, где есть объемный орнаментальный фасад. Я считаю, что как раз здания простые по форме должны быть настолько сложнее с точки зрения своего орнаментального насыщения, чтобы они привлекали, насыщали взгляд, глаз, скажем, посетителя, прохожего, который проходит мимо этих фасадов. Кирпич естественным образом выполняет эту функцию, потому что он мелкомасштабен, но Петербург, ну, скажем, для Петербурга чрезвычайно не характерна кирпичная архитектура. Конечно, есть кирпичные здания, но все-таки кирпич, этот, скажем, кирпич это скорее такой фабричный характер, а Петербург это скорее такой штукатурный, светлый город или цветной город. А если ты делаешь совсем новую версию, например, стеклянные фасады, то вот мне показалось интересным соединить стекло с такой вот совершенно новой изобразительностью, будь то такая аранжировка на тему римских фасадов в доме Лонгензипен, или времена года, это, скажем, вариации на тему действительно петербургской погоды, петербургской природы, или же вот вариации на тему Бенуа. Это разные просто орнаментальные вариации, которые, скажем, занимают глаз, делают возможным воспринимать эту архитектуру не просто как архитектуру скучных коробок, какими они являются, а за счет стекла это еще и восприятие окружающей среды, это еще и отражение окружающей среды в разное время года, вот, например, какие-нибудь там березы в разное время на фоне этого зимнего фасада времен года. Это довольно интересный, мне кажется, мотив. А с другой стороны, конечно, это и некий толчок к изучению истории города, в том числе не столь многие знают, вот мы сейчас дополнили, например, торец этого здания, ну, когда-то он будет застроен, потому что по моему мастер-плану должна быть и застройка вдоль Свердловской набережной, но вот сейчас на торце там замечательная работа Александра Бенуа, кстати, из моей коллекции 1903 года, арка собора Святого Петра в Риме, ну, вот это ощущение, что вот есть такая личность в истории города. Я не могу спросить, значит, по поводу Петербурга, ваше отношение к истории с Охта-центром и с Лахта-центром. Вот, когда появилась идея построить на Охте, это небоскреб. Да. Что вы по этому поводу думали? Ну, я подумал, что это, в общем, один из первых шагов на пути превращения Петербурга, скажем, вот в такой современный город, коими сегодня многие европейские города являются. Это очень, скажем так, тяжелый, и тяжелый для понимания, тяжелый для привыкания, шаг и путь. Я на эту тему сделал очень много рисунков, таких фантазийных рисунков, в течение последних десятилетий, я бы даже сказал, потому что я думаю, что это самая, наверное, сейчас самая сложная тема, куда движется европейский город. Уже в Петербург, даже учитывая, что он европейский, он особый европейский. Ну, вот это вот понятие, это заблуждение, что мы особые, это вот мы снова в Венеции. Мы не совсем особые, мы пятимиллионник, крупный промышленный пятимиллионник, который должен развиваться дальше. У нас с вами есть общий знакомый товарищ, Александр Николаевич Сокуров. Вы с ним говорили по поводу автоцентра? Нет, нет, вы первый. Нет, ну-ка, вот он был одним из самых резких критиков и так далее. Я же не договорил. Ну, давайте, извините. Да, я же не договорил. Я сказал, что возникновение такой застройки с таким посылом на Охте это был первый артикулированный шаг на пути превращения Петербурга в современный европейский город, коими являются сегодня многие европейские города точка. Я пока не сказал, нравится мне это, не нравится. Хорошо. Я сказал, что это так. Ну, условно говоря, вы сидите в джинсах. Мне, может, это не нравится. Но вы сидите же в джинсах, сидите. И вот каждый европейский город, он так сегодня развивается. Поезжайте в Милан, поезжайте в Париж. Я уверен, что и Рим уже сегодня с первыми перестройками Фуксуса в центре города уже явно движется в этом направлении. Нет города сегодня, который бы двигался по-другому. Это некое наложение другой модели развития города на то, каким был европейский город до начала 20 века. Это данность. Она может нам нравиться, она может нам не нравиться. Я делаю сейчас большую и очень фундаментальную выставку об этом в Риме. В октябре этого года. А где это время будет? В Институте графики. Это очень серьезная будет выставка, как раз основанная на моих рисунках и на моих размышлениях, что такое европейский город, что такое европейский город сегодня, можем ли мы с этим мириться. Он называется «Оттиск будущего». Имеется в виду оттиск оттиск оттиск, оттиск гравюр Пиранези, оттиск, обращенный в будущее. То есть, как развивался бы город Пиранези сегодня, или как он может развиться сегодня. Хотим мы этого, не хотим, если не хотим, что мы должны делать. И вот как раз решение большой компании артикулировать свое присутствие в большом индустриальном городе при помощи не какого-то скромного трехэтажного особняка, который бы при их потребности в площади растянулся бы на пол Невы, а сделать то же самое, но вверх. Это вполне современное решение. И те архитекторы, которые участвовали в этом проекте и своей экспертизой подтвердили, что это так, а там участвовали Херсег Домирон, и там участвовал Либескинд, там участвовал Жан Нувель, это очень крупные современные художники. Не просто архитекторы, которые приехали заработать денег, у них есть где заработать денег, и я думаю, что им деньги уже давно не нужны. Это люди, которые свой стейтмент высказали на этом месте. Рэм Колхас, стейтмент того характера, что да, это возможно, и это возможно не при помощи колбасы из трехэтажных зданий длиной в 10 километров. Вот, поэтому, значит, можно смело сказать, что развитие большого индустриального города было бы возможно по этому пути. То, что в результате был выбран проект, скажем, очень ожидаемый и, прямо скажем, не слишком, я бы сказал, инновативный, хотя очень петербургский. То есть, вот это иглану из стекла, я что-то стихами начал говорить, это, так сказать, это такой очень ожидаемый ответ. Вот у нас были иглы из золота, а теперь давайте сделаем иглу из стекла. Это очень ожидаемый, но в своей ожидаемости очень банальный ответ. очень банальный. Он сделал силуэт этого здания, скажем, ожидаемым своей банальности, то есть, это как бы то же самое, что было, но только в 10 раз больше. И вот в этот момент, мне кажется, протест приобрел, скажем, особую силу. Понятно, да? То есть, возникает очень большое здание, вроде то же самое, что мы имели в малом масштабе, игла Адмиралтейства, игла Петропавловской крепости, какие-то там утоньшенные купола, консткамеры, и вдруг бах, то же самое, но только в мега масштабе еще черное из стекла. Вот хотим мы это иметь там или не хотим? В этот момент дискуссия превратилась в очень острую и очень, я бы сказал, политизированную. Вот в этот момент, я бы сказал, скорее нет, чем да. Лучше бы ее оттуда убрать. Если бы, если бы это было здание сложное. А из тех, кто предлагал, вам что нравилось? Да вот все, кого я перечислил, были лучше. И Нувель был лучше, и Колхас был лучше, и Герсег Деммерон был лучше, и Лебескин был лучше. Подожди. Все были лучше. А все были сложнее. Хорошо. Смотрите на проекты. Простите меня за настойчивость. Вы родились в Ленинграде? Да. В Петербурге? Ну, какое-то... Ну, я понимаю, вы архитектор. Вы уже сказали о том, что вы стали архитектором не для того, чтобы делать незаметные вещи. Собственно, там, федерация... Ну, Москва, ладно. Я у меня отдельно к этому, там, неважно. Тут город, который так строился, как попало, в общем, и так далее. Но в Петербурге, который построен по генеральному плану. И все построили по генеральному плану. Город, который изучает. А вы думаете, Барселора построить по генеральному плану? Посмотрите, какие там здания сейчас стоят. Подождите. Посмотрите на здание Акбару Веля в Барселоне, которое построено по строжайшему генеральному плану. Кого это там беспокоит? Посмотрите, потрясающее здание. Как вы с этим своим прошлым расстанетесь, когда вы, я не знаю, сколько там, 50 лет? 50 лет выросли с пейзажем, где идеально вот эта небесная линия где нет ничего выше вот этих вот 50 лет я 50 причем тут папа я 50 лет рос с телефоном где нужно было нажимать на кнопки поднимать трубку а сейчас у нас гаджеты и что теперь а наши а наши прадедушки на 50 лет жили с каким-нибудь там телетайпом или я не знаю с тем что надо было с ли надо было ленина не хоронят потому что щадят чувства еще не умерших членов партии с семнадцатого года а вы хотите построить башню в котором живет 7 миллионов человек которые уже я думаю пять с половиной ну пять с половиной ну это же беспощадно ничего беспощадно в этом нет город развивается еще раз повторюсь петербург живой город петербург город который развивается это город который достоин достоин контрастных интересных и сложных по своему наполнению проектов проектов не банальных не банальность этих проектов может в том числе выражаться и в их и в их заметности ничего страшного в этом нет пойти если бы если бы трезине рассказывали что его петроваловская крепость должна быть должна быть незаметной то у нас там не было ничего до него ну хорошо и на она и на ухте ничего нет и на ухте ничего нет ничего нет но построить там к но уже есть резиновую колбасу потому что уже есть резине есть много кто еще почему вверх тогда давайте тогда в петербурге запретим все современные средства массовой коммуникации и закроем интернет ведем конки будем не знаю там передвигаться только пишу вы утрирует сейчас все утрируете это кассу утрируете и и примерно одинаковом уровне давайте будем писать друг другу письма у нас будет обычная почта и все быть нормально это тоже это тоже прекрасная жизнь хорошо охтоцентр нравится вам как это сделано в смысле автоцентру то что сейчас в лахта цена то простите да ладно ну лахта центр это на новое место перенесенное то же самое здание она стала скажем она стала дальше от центра она по-прежнему внедряется в ту самую вашу небесную линию и его силуэт по-прежнему ну я бы сказал я бы сказал на пределе прост это это просто игла из стеклянно стекло металлических конструкций в этом смысле я не считаю это здание плохим я считаю даже его скорее хорошим но повторюсь еще раз для столь знаковых построек можно и нужно выбирать в том числе и более в том числе сложные объемы пространственной композиции никакой проблемы в этом нет не нужно не нужно бояться здесь быть не банальным на секунду еще вернусь когти если бы сейчас проводили новый конкурс и вам предложили в нем поучаствовать да как бы был даже конкурс не правда не предложили поучаствовать но на авто был конкурс на здание офисная правда не знаю какой высоты скажу вам нет но что-то такое похоже участвовал бы участвовал бы да я я не вижу здесь я не вижу здесь павел его но если бы выиграл ты построил бы да конечно как вы думали вы отчаянный человек отчаянно потому что это я вам скажу так если есть желание превратить огромный город огромный пласт застройки в музей во всяком случае в музее с точки зрения высотного силуэта это очень отважное решение это решения должно быть зафиксирована по-моему она кстати говоря уже и зафиксирована на уровне псз мы же не можем сейчас строить ничего высокого в большом объеме города поэтому говорить о том что это скажем еще должно быть артикулируют это артикулировано то есть город высказался сегодня за такое развитие и это высказывание поскольку это скажем высказывание с точки зрения развития города важное политическое высказывание, его нужно уважать. Но я вам говорю сейчас даже не с позиции развития конкретно этого города, а с позиции развития многих европейских городов, которые имеют примерно ту же величину или примерно то же значение в экономике своих стран. И предлагаю посмотреть, как они развиваются и какие новые акценты, в том числе и архитектурные, в этих городах возникают. И посмотрев на это, вы, в общем, сами найдете ответ на те вопросы, которые мне задавали. Но все равно мне вот интересно, вот вы сказали про Рим как город с живым пульсом, но я уверен, что при нашей жизни мы не увидим в историческом городе... Я надеюсь, вы не собрались завтра умереть. Если нет, то... Если нет, я бы так не зарекался. 50, ну сколько там, ну я не знаю, сколько там осталось, ну 30, ну там, я не знаю лет. Ну это одно, это щелчок для истории. Ну о чем вы говорите? 30 лет — это колоссальный, колоссальный период, колоссальный период. Смотрите, где мы были 30 лет назад. Это правда. Я вот еще о чем хочу спросить. Архитектура — штука сложно поправимая. В том смысле, я, по крайней мере, ну то есть в демократических обществах современных, вот есть право собственности, которое не позволяет фактически исправлять то, что называется, ну очевидно является архитектурной ошибкой. В Москве таких примеров там тьма, из того, что я знаю, как не москвич, но я вот видел вот на вот этот торговый комплекс, как он, Нептун называется ли, какой он там. Нептун? Да. Какой Нептун? А? Научилус. Научилус. Ну это же, ну то есть это же чудовище. То есть это реально абсолютно чудовище. Я не знаю, там, хорошо, не архитектура, но возьмем большую там скульптуру, там, этот Церетель. Я не знаю, Петр Первый, что должно было происходить в голове городской там власти, какой-то коллективной там, в умах и так далее, для того, чтобы это сделать. И это непоправимо. То есть, ну сложно себе представить, что это вдруг там появится какое-то мудрое, там, я не знаю, городское правительство, консенсус с городским сообществом, которые скажут, блин, какие мы были все идиоты, давайте это чертовой матери уберем. В Петербурге на Владимирской площади вот эта вот башенка там с этой, с ротондой наверху, ну чудовище абсолютнейшее, которое... Вводя градостроительные регламенты, насколько у вас кончились слова, я... Я просто, ну, как совершить этот вопрос, то есть, где можно найти, где обрести надежду, как бы в этой ситуации, или действительно все непоправимо, потому что... Так, надежду я вам даю сразу, надежду я вам даю сразу. Статистика существования сегодняшних зданий позволяет говорить о том, что современные здания будут сноситься каждые 40 лет. Ну, уже не при нашей жизни. Ну, плюс-минус, в зависимости от... Я так еще собираюсь. Это я пошутить. Как на что посмотреть? В общем, здания, которые сделаны в 80-е годы, сейчас массово сносятся, просто за счет того, что где-то происходит уплотнение, где-то происходит оптимизация функции, стремительно меняются функциональные требования, поэтому я вас спешу успокоить. Устранение, так называемых, достроительных ошибок сегодня более чем вероятно, или, скажем так, устроение из обещания их еще большими ошибками, в силу того, что здания довольно быстро стали сноситься. То есть, говорить о том, что здания будут существовать сегодня, или, скажем, основная масса зданий будет существовать сотни лет, не приходится. Ну, вообще, интересно, вот с точки зрения развития архитектуры, вот, там, средние века, или, там, я не знаю, там, позже, раньше и так далее, с точки зрения развития, это все, вот эти вот политические строи, они были для архитектуры, как бы, полезнее, что ли? То есть, приходит поколение, который говорит, да, это все чертовы матери, и у них есть абсолютно чистое пространство, в котором ты можешь делать, что хочешь. Это разговор не на 10 минут, это разговор не на 10 минут, потому что он касается очень-очень многого. Он касается способов строения, он касается, во-первых, того, что мы сегодня привыкли к гораздо большему комфорту, в том числе и те из нас, которые вынуждены или обязаны это строить. Я думаю, то количество человеческих жертв, которое было необходимо для того, чтобы возникали вот эти шедевры прошлых времен. Да, и Петербург в том числе. Да, и Петербург в том числе. Они сегодня непредставимы. Сегодня одна человеческая смерть на стройке, как мы знаем, это уже катастрофа вселенского масштаба. Потому что Петербург так не считают. И это действительно так, это везде считают, и это действительно так. Но в эпоху египетских пирамид нам удобнее думать, что это сделали инопланетяне, но это сделали тысячи безымянных людей, имен которых мы не знаем, и которые погребены под этими камнями. В прямом смысле этого слова. Мы сегодня не готовы к таким способам строительства. И я считаю, что это тоже один из шагов в нужную сторону, когда, в общем, человеческая жизнь важнее создания бессмертного шедевра, который стоял бы в веках, вот, так сказать, поражая своей незыблемой материальностью. Поэтому тут, скажем так, скоротечность современных зданий, она еще связана очень сильно с тем, что развиваются технологии. Технологии взаимозаменяемы. Конечно, мы тратим безумное количество энергии на возведение зданий. Мы теряем эту энергию, снося это здание. Здесь есть прямой смысл хранить здание дольше. Но, тем не менее, те способы возведения зданий, которые существуют, начиная, ну, как минимум, с послевоенного периода, говорят нам о том, что только жесточайшее выставление под охрану этого здания позволит ему избежать сноса, скажем так. Потому что сама субстанция этих зданий гораздо более временная и гораздо более, скажем, соблазняющая это здание снести. Что касается вот таких культурных жестов, скажем, вкусовых жестов, вы назвали несколько зданий в Москве, которые кажутся вам абсолютно недопустимыми с точки зрения уровня вкуса. Ну, я, во-первых, ни по одному из этих поводов ничего не хотел бы говорить, потому что вообще не критикую совершенно принципиально своих коллег. Но думаю, что в отношении Петра у нас есть все шансы увидеть постановку этого здания на листах раны. Видимо, уже не в ваше время, нет, даже еще и ваше, потому что 40 лет, 40 лет, уже 15 прошло. Так что еще 25 нам ждать, и я думаю, я думаю, шанс велик. Шанс велик. Это здание уже сегодня является частью городского силуэта, и люди, которые, скажем, наши потомки, которые не будут столь знакомы с предысторией вопроса, они посмотрят на это здание и скажут, ну да, может быть и так. Так, мы одному из зрителей подарим от вас 5 книг. 5 книг, которые вы просто, ну, просто порекомендуйте, мы их сами найдем, сами отправим, но это 5 книг, которые вам дороги по разным причинам, они прочитали недавно, очень понравилось, или из детства что-то дорого, или то, что считаете, нужно, в принципе, обязательно прочитать. 5 книг. О, господи, это вопрос я боялся, потому что я читаю много, но вот сказать, что у меня какие-то книги так сильно остаются в памяти, мне по-прежнему кажется, что Достоевский создал совершенно потрясающий образ Петербурга, поэтому если, так сказать, мы хотим понять Петербург с точки зрения, с точки зрения, скажем, города, города и его людей, что это не только вот эта небесная линия, это еще и довольно страшная жизнь людей внутри этой небесной линии, то я думаю, что и «Преступление и наказание» и «Идиот» — это две книги, которые я все время перечитываю и так далее. Ну, потом я, конечно же, всегда был и продолжаю быть в восторге от «Золотого теленка». Считаю, что это настольная книга любого, тем более российского человека. Я считаю, что это поэзия Блока. Четыре. Вот. И воспоминания Альберта Шпеера «Дневники Шпандау». Пять книг. Чтобы знать, чтобы ожидать архитектора, если компромисс станет излишне большим. Спасибо. Пять книг назвали. Не знаю, вот лежит книжка Летова. Честно говоря, всю программу думал предложить вам погадать или нет. У нас есть такая традиция. Да, пожалуйста. Как вы на это смотрите? Да нормально. Нормально? Да. Вдруг что-нибудь попадет. Не знаю, вот в чем разговора. Подведем ему итог и посмотрим. Так, любая страница, первые восемь строчек. Сами, пожалуйста. Пять, ну хорошо. Давайте. Так. Мимикрия. В Белом лесу никто никого не нашел. Это про меня. Это прекрасно. Тут нет восемь строчек, тут есть пять. В Белом лесу никто никого не нашел. Да. Спасибо вам огромное. Все, спасибо. Все, замечательно. Уложились по времени. Спасибо. А можно я вас поспрашиваю про картинки? Пожалуйста. А почему нет здесь современной архитектуры? Ну, так случилось, что мы, когда вместе ездили, мы рисовали в основном историческую архитектуру. Но у меня много современной архитектуры. Я много рисую современной архитектуры. И этот вопрос очень хороший. Мы должны больше рисовать то, что сами проектируем, и то, что проектируют наши современники, или ближайшие в прошедшем времени современники, почти, скажем. Оскар Немайер. Я много его рисовал, проектов. Так что, нет, у меня есть, конечно, много очень. Даже есть целая номинация на архиграфике, такой конкурс рисунка, и там я даже ввел такую номинацию от моего фонда «Рисую современную архитектуру». Я считаю, что это очень важно. Если одно здание 30-х годов, арт-деко, а так действительно исторически. Это где? А, это в Буэнос-Айресе. Вот там вторая справа. А вы Южную Америку объездили? Ну, объездил, это громко сказано. Я был в Буэнос-Айресе, я был в Рио, я был в Бразилия. Это очень важно. В Бразилия, я считаю, должен каждый современный архитектор побывать, потому что это Гавр и Бразилия, это вот такие два города, полностью сделанные одним современным архитектором. Причем Бразилия еще в большей степени. Я даже, мне впечатлилось встретиться с Оскаром Немайером, он был еще жив, ему было 104 года. В своем уме был? Да, да, он прекрасно, прекрасно общался. И жена его была там, и его правнук. Очень, не могу сказать, что с моей стороны очень содержательная, потому что как с Богом встречаешься. Но, в основном случае, для меня такое впечатление на всю жизнь. С его стороны была абсолютная готовность разговаривать. Я просто не знал, о чем говорить. О чем тут поговоришь? А что сказали в итоге? Ну, мы немножко поговорили, поговорили о его проекте в Берлине. Меня удивило то, что он этот проект не считает своим, потому что было сделано много изменений. Я просто знаю, что берлинцы и вообще немцы очень, так сказать, носятся в хорошем смысле слова с этим проектом, который был сделан на вот этой выставке, международной выставке архитектуры 50-х годов вместе с домом Корбюзье. И все знают в Берлине, что у нас в Берлине есть дом по проекту Оскара Немайера. А он сам сказал, что он этот дом своим не считает, потому что там слишком много изменений было сделано. А у вас есть такие объекты, которые как бы ваши, но не ваши, потому что что-то подрядчики там построили так, что... Есть, конечно, есть. Это что, например? Есть. В Сочи два объекта, которые делались к Олимпиаде, я там, так сказать... Медиа-центр? Нет, медиа-центр как раз я считаю своей авторской работой. Качество производства работы там было не самым высоким, но, тем не менее, там переданы авторские идеи. И как раз и вот отель, этот Тулеп и медиа-центр, я как раз считаю своей работой, может быть, не самой удачной, но, во всяком случае, те авторские идеи, которые там были, там были переданы. И они как раз были рассчитаны на, может быть, такое скорее, ну скажем, исполнение без деталей. Такой макет один к одному, белый макет один к одному. А там, нет, был еще проект отелей в районе Эмеретинской низменности и проект зданий в рамках Сочи-парка. Вот эти здания, да, я своими авторскими не считаю, потому что на определенной стадии они были переданы другому проектировщику, и там произошли изменения, которые, ну скажем, очевидны. Ты не можешь просто отказаться от авторства в случае, если тебе просто твое собственное здание в реализации не понравилось. Это, конечно, не спортивное поведение. Ну, они говорят, что это чубан. Я не знаю, что они, честно говоря, говорят. Меня это не очень интересует. По-моему, нет, потому что я вообще говоря и ни одной публикации на тему этих двух зданий конкретно не видел. На тему медиа-центра, да, но я повторюсь, я медиа-центр считаю своим авторским объектом. А вот те два объекта нет, потому что там были совершенно очевидные изменения по отношению к авторскому замыслу. Причем изменения не в какой-то маленькой детали, а изменения в больших глобальных решениях. А с чем это было связано? Ну, так часто бывает. Ну, скажем так, в моей карьере, слава богу, не очень часто, а иногда бывает, что проект передают другому архитектору, он его меняет. Так бывает, так и, кстати, в исторической архитектуре часто бывало. Как вообще он в Сочи работал? Говорят, что он был аврал. Да нет, нормально все было. Все было нормально. Нет, мы наши проекты выполняли, я бы не сказал, что в состоянии аврала. Нет. Я повторюсь, качество реализации медиа-центра оставляет желать лучшего, но я бы не сказал, что это связано с какими-то авралами. Просто так сложилось, так бывает, причем не только в России. Я вот смотрю, здесь несколько готических этих самых сооружений. А у меня кажется, что вообще как в готике. Хорошо. Ваш стиль? Мой. Да, мой. У вас не было никогда ощущения, что слишком? Нет, я считаю, что в архитектуре слишком не бывает. Потому что та энергия, которую ты внедряешь в проект, в здание или видишь эту энергию, это как раз тот заряд батарейки, который тебе отдается и через года, и через огромное количество времени. И как раз в готике этот заряд, он колоссален. И вот тут много работы, и руанские соборы. Вот это руанские? Да, это главный руанский собор. Вот там два других руанских собора, вот там наверху. Да, вот это, да. И вот там слева. В руане же как минимум три таких крупных готических постройки. И это меня, да, поразило. А вот это что за место? Это Сан-Галгана, где ностальгию. Где Коски сидит с собакой? Да, где он Коски сидит с собакой, да. Я люблю руины. Это как раз специально я ездил в Сан-Галгана. Как раз вместе с Сергеем тогда ездили. А вам нравится мой год? Ностальгия, нравится картина? Да, нравится. Ностальгия, нравится. А какой любимый фильм Тарковского? Зеркало и ностальгия, пожалуйста, говорите. А вы подвержены синдрому Стендаля? Когда кажется, что это невозможно. Синдрому нереальной красоты? Да, да, да. Нет, не думаю, что в большой степени. Я могу восхититься каким-то произведением искусства или архитектуры, но не до какого-то состояния физической немощи, скажем так. Но когда-нибудь архитектура заставляла плакать от восторга? Нет. У меня были сильные впечатления от архитектуры. Когда я первый раз увидел Ростов-Великий целиком. Это было 15 лет. Ростов-Великий? Крем Ростов-Великого, я думаю, что одно из самых сильных моих впечатлений. Или церковь Спаса на Иллине улице в Древнем Новгороде, это очень сильное архитектурное впечатление. Или роспись Мирожского монастыря, например, сильное впечатление. Это где? В Пскове. 13 века сооружение. И, конечно, когда я первый раз увидел Венецию, это было сравнимое ощущение, когда ты подъезжаешь с воды и видишь вот эти две колонны перед площадью Сан-Марко. То впечатление было сравнимое с тем, как я увидел первый раз вот эти белокаменные с серебряными куполами церкви Ростова-Великого. Ну, просто эти церкви я увидел, когда мне было 15 лет, а в Венеции я первый раз был, когда мне было 31 год. Поэтому, наверное, я был более так, огрублен уже, и количество впечатлений было больше, 31 год. Но вот это было два таких впечатления, которые меня очень поразили. Хотя и первый приезд в Новгород меня тоже очень поразил. Очень сильное впечатление было. Какой классный разборус совершенно. Так, я просто спрошу еще про несколько картинок. Вот это вот что? Сиена? Готеческий забор в Сиене. Это я был там, блин, пару недель назад. Да. Точно. Фантастика. Так, это Флоренция? Это Флоренция, да. А вот это? Это Сиена с другой стороны. Точно. Эта картинка, это вид с стороны главного портала, а вот там есть арка, и вот через эту арку ты спускаешься вниз, вот туда и по лестнице спускаешься. Так, а вот это? Это Салюта в Венеции. Санта-Мария. Так, а это? Это Захария в Венеции тоже. А вот это? Это Рыбный рынок, тоже в Венеции. Там вот видно Реалто, мост Реалто. Вы идете по Реалто вот туда наверх. Так, а вот это? Это Мексико-Сити, кафедральный собор в Мексико-Сити. Очень интересный, очень интересная барокко. А это какой век? Это 17-й. Хорошо, а если бы вам вот последний вопрос здесь. А если бы вам предложили выбрать, уж не знаю по какому общему критерию, ну по какому-то самому общему, Рим, Венеция или Флоренция, что бы вы выбрали? Долгое время я сказал бы, что выбрал бы Венецию, но сегодня сказал бы, что выбрал бы Рим. Венеция последние вот буквально 2-3 года на меня производит такое достаточно удручающее впечатление. Это стало, город совершенно такой стал уже абсолютно театральной декорацией. В силу того, что вот это такая, скажем, сверхзнаковость, сверхпопуляризация всех этих мероприятий. Виеннале, это стал, Виеннале стали такими абсолютно светскими событиями. И другие, кинофестиваль, они и раньше были светскими событиями, но с каждым годом это становится все более светским событием. Количество туристов все больше, все более увеличивается. И, к сожалению, Венеция для меня даже в те месяцы, когда я бывал там в самое разное время, бывали годы, когда я бывал там, не знаю, по 6-7 раз в году. То есть я очень любил и продолжаю любить Венецию, и очень любил там рисовать, и Новый год там встречал, и в такие нетрадиционные, не венецианские месяцы там было. В ноябре, в декабре, в октябре, вот в этом году, день рождения свой встретил в Венеции. Но даже в такие тихие месяцы, например, октябрь, более тихий месяц, или ноябрь, конечно, Венеция производит все более и более туристское декорационное впечатление. А Рим, конечно, это живой большой город с очень таким ясным пульсом живого города. А если так будет сохраняться, вот такое положение дел, и турпоток будет расти с каждым годом, какие ваши прогнозы в отношении Венеции? Что с городом будет? Да я не думаю, что какие-то должны быть особенно печальные прогнозы. Просто это город, скажем так, оставшийся в прошлом, а за счет того, что он так посещаем туристами, он еще больше остается, скажем, в прошлом. Кстати, к сожалению, такая судьба в известной степени не оставляет и Петербург. В силу того, что Петербург тоже застыл в каком-то одном золотом периоде своего развития, и как таковой воспринимается туристами, архитекторами, не архитекторами, посещается ими. Уже все понимают давно, что мы все находимся в совершенно другом и столетии, и измерении, а все еще да, это замечательно, да, это прекрасно. Но это, мне кажется, не дает городу возможности выдохнуть и сказать, окей, давайте посмотрим, где мы сейчас. А вы не продаете свои рисунки? Это не рисунки, это копии. А что касается рисунков, да, некоторые из них продаются. У меня есть галерея, которая меня представляет, и если она вставляется на художественных таких ярмарках, да, в Милане, сама галерея из Милана, то там, да, продается работа. Ой, а можно купить копию? Не, ну копию я вам подарю, выбирайте любую, я вам подарю ее. Yes! Спасибо огромное, я возьму пантеон. Давайте я сниму. А, ну давайте, хорошо. Блин, Катя умрет от счастья. Вантастичь. Катя. Это моя шума? Пишу, да. Это Катя, да? Или кому-то? Катя. Да. Катя, блин. Катя будет просто счастлива, разрыв сердца. Ага, да. И вот этот, да? Божечки мои. Так, а это? Это мне. Это фантастика. Ну, вы же извините, что копия, но... Ну, боже мой, мышцы... Для меня и так это вообще огромная радость, счастье. Круто. Я вообще счастливый. Спасибо огромное. Ой, вообще, нет слов. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok